Всем здарова, дорогие друзья! Сегодня будем играть на проекте под названием BlackRush И сегодня я решил вступить в такую организацию, как ГИБДД и сделать путь до лидера ГИБДД Если вы эту рубрику одобрите, она вам понравится, соберет нормальное количество просмотров и лайков, то я ее и соответственно буду продолжать Как видите, я нахожусь уже здесь, у здания ГИБДД Вот, ребят, и перед началом хочу объявить предыдущего победителя с предыдущего ролика на 500 рублей доната И в этом же видеоролике делаю для вас точно такой же розыгрыш на любом сервере абсолютно И для участия вам нужно подписаться на меня обязательно с колокольчиком, поставить свой косик, написать свой комментарий и досмотреть ролик до самого конца Это не трудно, вам не сложно, а мне, как говорится, приятно Также, если ты хочешь играть вместе со мной на этом проекте под названием BlackRush На моем сервере Cherry, переходи по ссылочке в описании Там все максимально просто, регистрируешься прямо на сайте, заходишь в игру под своим ником И у тебя уже автоматически через час после игры будет введен мой промокод, который даст тебе скин, машину, VIPGold И ты сможешь нормально подняться сразу же на старте игры на этом сервере Как вы видите, я подошел к отделу кадров и давайте попробуем А, я только что, короче, заходил, вышел и кд 5 минут Ну давайте 5 минуток подождем, ребят, да, подготовимся, как раз все дела Итак, дорогие друзья, экзамен уже пошел и сразу же первый вопрос Что означает IC информация? IC информация это та информация, которая касается игрового процесса, если я не ошибаюсь А ОООЦ информация это которая не касается игрового процесса Разрешено ли убивать коллег из организации? Запрещено, это нарушает правила игры Что такое зеленая зона? Это зона, запрещающая наносить урон другим игрокам Разрешено ли возвращаться на место смерти? Запрещено, по-моему, РК или ЦК Как-то так это называется, поправьте меня в комментариях, если я не прав Разрешено ли убивать игроков без причины? Запрещено, вы должны иметь веску на то причину, что такое рулплей Это, понятное дело, игра по ролям Разрешено ли оскорблять других игроков? Запрещено, сотрудник не должен никого ругать и оскорблять И вы успешно прошли собеседование и были приняты в нашу организацию Ваша новая должность рядовой, теперь я рядовой И сразу же побежали искать раздевалку Итак, сразу же пришли в раздевалку и давайте переоденемся Вот так вот мы выглядим, парни И сразу же, сразу же вам хочу сказать, что сотрудник не должен носить никакие аксессуары Поэтому, к сожалению, но я убираю сюда все свои аксессуары и буду выглядеть вот как-то так Честно, рядовым мне не особо хочется ходить Поэтому давайте сразу же подойдем к дежурному Вот сюда и попробуем пройти тест, чтобы получить следующее звание И для этого нам нужно Сейчас будем разбираться И чтобы нам повыситься, нужно пройти устав То есть пройти тестирование, насколько хорошо мы знаем устав И в принципе здесь нет ничего трудного То есть здесь все написано Вот вам общее положение Нажимаете кнопочку ознакомлен И погнали проходить Вот сейчас я немножечко изучу и пройдем этот тест Так, ну и давайте пройдем общее положение Кто должен соблюдать устав организации? И, конечно же, каждый сотрудник Каждый сотрудник это правильный ответ За что сотрудник может быть уволен из организации? За глубокое нарушение устава Идем дальше А, все, мы прошли тест То есть два вопросика нам дали всего лишь И погнали дальше Теперь у нас правило поведения С правилами поведения ознакомлен И погнали проходить Кто является высшим руководством в организации? Полковник и подполковник Дальше Разрешено ли сотрудник поменяет табельное оружие? Сотруднику запрещено применять табельное оружие без причины Разрешено ли сотруднику оскорблять кого-либо? Сотрудник не имеет права оскорблять и ругаться с кем-то Разрешено ли проводить дуэли? Блин, насчету или, кстати, я не знаю. На самом деле не знаю, что здесь ответить, но отвечу-то. Когда сотрудник может атаковать гражданина первого. Только в случае с гражданина specifications в розыске, понятное дело, я выбираю вот это. Обязан ли сотрудникам подчиняться законам области? Сотрудник может нарушать правила, и так, сотрудник обязан подчиняться законам области, закон превыше всего. И выбираем, конечно, вот это. Можно ли английский denial-развят руб inspector? Нет, нельзя. И ищем такой ответ. Можно взять, покататься, вот этот лианий. Вот, последний. Может ли сотрудник быть в казино? Нет, конечно же, нельзя. будет для козем 0 то неприятно визуально а может сотрудникам есть аксессуары может носить только очки и сотрудник может стоять букву а сотрудник уже спать в умире сотрудников раздевалки оксу мы на все ответили правильно это замечательно и идем дальше у нас остался уголовный кодекс и co-op в уголовный кодекс наказание занятели и если повреждение гражданскому лицу это помоему нас на один государственному служащему два года за убийство по-моему четыре года госслужащего 5 лет наказать к углу на транспортного средства любой путевой за попытку по-моему один год а за угон два года наказание за привлечь они не передачи наркотических средств это у нас по-моему три года за наше несвольное облицательное оружие без лицензии два года за не починили сотрудник правоохранительных органов два года за государственным лицом по моему на пять лет все прошли 10 из 10 отлично верных ответов 10 из 10 погнали дальше и так остался настолько и давайте уходим наказание за нарушение пдд вызвучит дтп 30 тысяч рублей изъятию наказание запраковку транспортного средства не положен месте 10 тысяч рублей наказание за движение на транспортное средство не положено месте 15 тысяч рублей наказание за не выполнение требуется 5000 рублей от уже 5000 рублей уже 5000 рублей и все мы прошли стиле верных ответов 6 из 6 и как видите ребята мы все прошли нашего так сказать повышение прошел всем спасибо за просмотр до следующей серии